Это Assassin's Creed Odyssey, всем привет! Мы выполняем задание пиратской бухты, вот этого острова за династрию. Остров Киос. Да уж, в Assassin's Creed Odyssey пиратцам промышляется нехило так. Они даже умудряются давать отпор офининам и местным спартанцам. Так что здесь, ребята, неплохо осеять. Здесь наша задача, конечно же, тереться им в доверие и попытаться у главаря, соответственно, купить информацию, в которой мы сможем найти, получается, мать Кассандры. Вот мы и прибыли на одно из тех мест к выполнению задания. Наша задача здесь найти сундук с охрой, ну и плюс ко всему... Да, вроде только вот это. Здесь еще какой-то Гатерзес и какие-то людишки. Ну, понятно. Скорее всего, квест на члены команды. Капитан покинул мостик, вы свободны! И там есть даже какой-то сундучок. Давайте сейчас быстренько туда. Да, народу, конечно, на корабле просто тьма. Надеюсь, здесь акул точно нет, потому что я что-то не хочу снижаться. Ага, и я не вижу здесь пещер. Или, может, они еще ниже? Конечно, это не исключено, но что-то вообще даже не видно. Хотя здесь очень глубокое место. Могли бы запрятать. Хотя вот здесь что-то тут виднеется. А нет. Скорее всего, где-то на острове будет у нас место, где можно окунуться глубоко. Там у нас акулки, здесь у нас корабля. И? Что здесь лежит? Охра. Да, да, та самая уха, которая ценится дороже, чем золото у местных и реков. Там у нас акулка. Как я все-таки прокрасываю туда, что-то я не врублюсь. Здесь даже нет этого. А, хотя вот что-то есть, смотрите-ка. Ух, офигеть, сколько здесь всякого. Понятно, здесь было кораблекушение, и нехило досталось все. Пещера плача. Нифига себе. Ну, сейчас будет акула точно плакать у нас. Еще охра. Давайте еще ниже. Надеюсь, акула... Ага, все, акула меня спалила. Вот это, блин, сейчас начнется. Надеюсь, она здесь одна. Я по ней попал. Вот это, блин, вообще капец. Не отпускает хрэ. Насиловать. Все, она вроде меняет того. Больше не тревожит. Давайте хоть чуть-чуть. Ага, вот сейчас идет-идет. Получи-ка. Все, это было фаталити. Ну, надеюсь, больше здесь акул не водится, по крайней мере. Давайте быстренько лутаем, что здесь осталось. Собрать, собрать со своими мужем. Все, пора возвращаться. Меня уже плющит. Все, она уже держит. Тебе нос такое как, чтобы выжить. И тут сейчас хлебнем. Надеюсь, там акулка не зареспаунится. Робежу, конечно, вообще просто. Полным-полно. Еще охра. Тут еще собрать что-то можно. Дхармы, да. Они мне сейчас не... Просто как этот... Необходимы. Городские ботинки. Город, кстати, исполнилось сонаряжение. Но это стандартное. Здесь ничего нового. Они-ка, давай быстрее немного греби. Канируем еще пещерочки. А вот тут даже какая-то статуя. Нифига себе. Как они сюда их заберли? Высокое положение. Греца Киос. Если вернешься на остров Киос, найди у брата Мрана-Мранного Льва. А он гордо стоит у бежища Аполлона. Ты найдешь меня у него на спине. Интересное, конечно, послание. Стоит туда будет заглянуть. Давай, греби наверх. Ну все, вроде грабанули, так ничего шло. Ребята, конечно, тут приумели. Что-то так музыка всплыли. Ну ладно. Будем тогда смотреть, что там за квест еще один. Так, и давайте посмотрим вообще наруч, который мы получили. Скорее всего, они лучше моих. Все-таки наруч Ареса. Рукавица Ареса. Ага. Ну, по перкам они довольно интересны. Но у меня здесь устойчивость в дальнем бою. А тут внезапные атаки. А здесь что-то такое наручье Ассасина. Угу. Черт возьми, наручье Ассасина. Они классные. Чего я их раньше-то не ношу? Не носил, вернее. Давайте их и будем носить. По крайней мере, прикольно выглядят. Все, так. Что-то по ножкам еще, видишь, что? Пиратские ботинки. Ну и пиратские ботинки, это фигня вообще. Все, тогда погнали. Сейчас вон того посмотрим. Что он тут делает? Каждый раз одно и то же. Да, я знаю, как все это выглядит. Плохо дело. Нам теперь не уплыть. Я не в ответе за скалы. Ты капитан. Ты в ответе за крушение. Корабль. Простой торговый корабль. Ты пустил его ко дну, а наш разбил о скалы. Мы недалеко от Кеоса. Нас найдут, это точно. Акулы найдут тебя прежде. Стойте! Не вмешивайся! Сейчас капитан получит по заслугам. Что он сделал? Ничего хорошего. Неужто он обидел вас? Бедных пиратов. Не надо было связываться с этим малакой. В кой-то вике получили работу от Ксении, а он все испортил. Как вы оказались на острове? Я все расскажу. Я капитан. Мы вдоволь тебя наслушались. Я хочу выслушать капитана. Ну так вот. Мы участвовали в морском сражении и выиграли. Все благодаря мне. Но я не заметил, что рядом скалы. Так бывает. Может, поможете нам вернуться в Кеос? Он ваш капитан. У капитана должен быть корабль. А он свой корабль прохлопал. Если поможешь вернуться в Кеос, я щедро заплачу. Отойди. Прочь с дороги. Капитан Гатарзис возвращается на Кеос. Напрасно ты суешь свой нос в чужие дела. Он слишком долго морочил нам голову. Нет, живым он отсюда не уйдет. Спрячься за мою спину. Капец, вот этот верзил спрячься за мою спину. Блядь, да он тупо может их съесть. Ну, по крайней мере, здесь нехило такой лагерь-то разбит. Вроде здесь больше ничего такого нет. Давайте на карте взглянем. Леонид, ну да, мы здесь все уже так прошарили. Ну и битва, да? Спасибо тебе. А теперь отвези меня на Кеос, и ты не пожалеешь. Очень надеюсь. Ты же не хочешь повторить их участь? Что ж, тогда вернемся на мой корабль. Да, участь он точно их не хочет повторять. Иначе, ну, сами понимаете. А как удачник, кстати, пришвартовали мой корабль? О да, красивый этот спуст, когда мне нравится. Хотя, здесь вроде так и недалеко. Это можно спокойно, я так думаю, переплыть. Почему бы и нет. Ну, конечно, акулы, да, все такое. Ха, как я счастлив вернуться на Кеос. Конечно, Ксения разозлится, что я не достал Охру, но я это переживу. Что ты за пират такой? Она дорогая, почти как золото. Почти? Почти не считается. Так, ладно, куда нам вообще двигать? Давайте сразу наметим себе путь. Акрополь Корфей, ну это ясно, понятно. Давайте сюда, за одну точку, вот отсветили еще и Акха. Так. Ага, значит, мне надо сюда грести, нифига себе, я думал, туда можно легко. Ну ладно, за одну квест, тогда возьмем какой-то. Затонувший ненойский дворец. Че себе, не-не-не, мы посмотрим его чуть похуже. А до отвлекаться каждый раз, это точно можно здесь пол этот игры провести под водой, рассматривая все пейзаны там. Четло на воду! Вонять, четло! Крепцам! Заняй свои места! Мартуемся! Гатарзис! Гатарзис! Я ожидала другого. Гатарзис! Я думала, ты погиб. Где твой корабль? Ой... Так, и что же случилось? Ну... Несчастный случай, надеюсь, он мне заплатит. Всему виной коварные скалы. О, в тех водах с кораблем справится даже коза. Просто он скверный мореход. Малака! Для меня главное, что ты жив, братишка. Он твой брат? К сожалению, да. Что с командой? Эти псы вздумали убить меня. Если бы не Мистия... Он бы погиб. Значит, ты заслуживаешь награду. Гатарзис обещал заплатить. Щедро заплатить, если я правильно помню. Вот и плати. Я? Но ведь это ты... Ладно. За мной, Бестолочь. Спасибо, Кассандра. Семья превыше всего. Спасибо за его жизнь. О, да. Нагрудник капитана и хотя бы полторы тысячи нам дали. Это уже хоть что-то. Ну, между тем у нас уже почти там осталось совсем чуть-чуть. И накопим желаемые богатства. Давайте посмотрим по нагруднику. Чего у нас здесь новенькая на грудне капитана. Ну, чё-то не, он как-то не алло. Не нравится. Больно уж и мне. Давайте заглянем к кузнецу. Чё-то он где-то вроде здесь находится. А, кстати, быстрое перемещение нужно разблокировать. Чё-то я сразу это не сделал. Странно. Давайте тогда поднимемся. Да, пейзаж, конечно, удивительный. Ну, тем не менее, нам нужна сейчас самая главная задача отправиться к кузнецу, наш шлем немного подрифтовать, взять этот квестик и уже после, наверное, отправиться за глазом космоса. За ещё одним культистом. Надеюсь, мне денег хватит. Что-нибудь показать? Кстати, да, покажи, купите-нибудь. О, нифига себе, костяная булава. Выглядит, конечно, стрёмно. Да, но булавами мы пока не пользуемся по той простой причине, что они, ну, скажем так, не очень эффективны, как мне кажется. Кстати говоря, а сколько стоит этот? О, как нифига себе, подешевело-то всё. Да, я так могу нехило закупиться, да и, плюс ко всему, очень сильно прокачать мой корабль. Ладно, давайте, знаете, что? Где вот этот у нас? Во-первых, надо топорчик прокачать. Это прям вообще просто первостепенно. Шлем волка и шлем ареса. Что же лучшее? Шли здоровья, крит урон. Тяга, секрет урона сколько. Ага, урон воина тут. Слушайте, давайте шлем волка, может быть, прокачаем. Что-то мне он больше нравится. И 108. Ну, в принципе, по цене всё очень нормально. Так, я думаю, сейчас можно напродавать лишний хлам. И будет прям тютелька в тютельку. Да, давайте так и сделаем. Всё, шлем волка прокачан благополучно. И давайте сразу топорчик наш тоже прокачаем. Ага, фигушки мне там чё прокачается. Ладно, давайте сразу тогда приоделим наш шлемик. И потом уже будем продавать всякие ненужные вещи. Так, шлем волка. Как он мне нравится внешне. Просто бомбовая тема. Особенно эта фигура волка. Классная такая. Ну да ладно. Я могу быть полезен. Я могу продать вещи и дать. Только 95. Офигеть. Я сейчас могу напродавать этот хлам просто тоннами. Мулава правосудия, мясорубка, господи. Стука всякой хрени у меня здесь. Главное, нельзя поставить как вот в какой-то ммошке фильтры на подбираемое снаряжение. Чтоб не брать, например, вот эти серые луки, которые тут тоннами валятся. Да уж. Не предусмотрели юбисофцы. Такой штуки. Ну здесь в принципе нормально так сейчас. Еще чуть-чуть. Да, нужно еще смотреть за тем, что мы скидываем ему. Потому что здесь вот интересные эти штучки можем продать и даже не посмотреть, что это такое. Здесь урон убийцы. Вот, кстати, урон убийцы и вот охотника я вообще не качаю. То есть он как бы, ну, не знаю, как здесь играть за лучника. Это вообще что-то с чем-то. Здесь либо воин, либо ты убийца. Вот и все. Как бы игра создавалась за это. Так и надо и канать за это. Так. Я думаю, вот это стоит продать, что фигня какая-то. Так, ну и охотник одна в книге, да. Все тут завоеватели. Это фигня. Все это мне не нужно. Фигня какая-то тут, понимаешь ли. Здесь у меня есть классные спартанские. Это да, да, да. Широкий пояс. Вот я все понимаю. Нормальные такие эти перки. Их там прям так и оставить. Так вот. Плюс 30% урона. Открыть удара при полном здоровье. Ну, это же вообще просто. Это же можно взять, например, этот. Как бы тяжелая атака. Еще из-за кустов каких-то. С размаха. Человек тупо отлетит вообще. В небеса. Ну и все. Осталось теперь вот эту хрень все продать. Ох, нифига себе сколько стоит. 2 500 я сейчас продам. Давайте все это хочу за мать и продавать. Нет. Оп, оп. Аккуратно. С него лучше будем. Все, напродавали. 31 тысяча. Мать-то боже. Я могу тут скупить их целый этот. Офигеть. Гравировочка. Может, что-то погравируем? Давайте. Ну, погравировать у меня ничего такого интересного нет. Угу. Ну, зато хотя бы мы можем что-то, да, и улучшить. Я думаю так. Почему бы нет? 301 требует. Давайте сперва купим камушка. Камушек нам просто как нельзя. Кстати, нужен. Вот так. Я думаю, с меня точно не убудет. Хотя можно и драгоценные камушки тоже понакупать. И вот хотя бы древесину чуточку. Если что, уже надо намечать так, чтобы мы, этот, смогли прокачать наш корабль. Бомбово у нас теперь тацкий топор прокачан. Все. Теперь я буду крушить всех чертовой матери. Не знаю пощады. Ладно. Все. Эта прелюдия можно заканчивать. Давайте возьмем квест. Опа. Ну, что себе там какие ребята. Да, у них замес, походу, жесткий. Дать практикуются. Ну, ладно. Что-то беспокоит? Я хотела отыскать сокровища для Ксении, но у меня похитили табличку с ориентирами. Полагаю, ты хотела бы вернуть ее. Дело в том, что ее украл правитель Карессии, изгнанный Ксении из города. У них перемирие, пиратам нельзя его нарушать. Тебе повезло, что я не пират. То есть ты поможешь мне? Тебе тоже кое-что перепадет. Думаю, я смогу достать табличку. Наконец-то Посейдон послал мне удачу! Куда мне нужно? На ту сторону острова. Табличка в доме правителя. Отнеси ее моему другу в деревню Паеса, что находится неподалеку. Дом правителя рядом с Паесой? Да, к югу от деревни. Где Паеса? На восточном берегу острова Кеос. Я найду твою табличку. Ксения будет рада. Возвращайся скорее. Ребят, ну вы понимаете то, что сейчас мы так или иначе, получается, сейчас выполним и сразу культ космоса. Быстренько обдерем до нитки. Даже. И получается еще и дом правителя сейчас быстренько так и до того. Прикошмарим. А тогда получается у нас еще одно снаряжение. О, господи, сражение будет между спартанцами и этими афининами. Хотя может здесь и подключатся еще пираты. Может против них тоже будем. Здесь, конечно, вот непонятно. Под пиратским флагом тогда давайте еще возьмем квестик. Вот так, чтобы он был хотя бы. Что надо? Я не вовремя. Все не вовремя. Работы слишком много, людей слишком мало. А я здесь единственный, кого это заботит. Стой, тебя послала Ксения? Сказала, тебе нужно помочь. Слава Посейдону. Наконец, человек способный помочь. Корабли вторгаются в наши воды. Проверяют нас. Ксения хочет, чтобы все поняли, кому принадлежит эта часть Эгейского моря. И как сделать, чтобы все поняли? Поднять наш флаг и затопить их корабли, например. Тогда все точно поймут? Мы же пираты. Нам нужно заботиться о своем имени. А чем, кроме кровопролития, заставить себя уважать? Вы пытаетесь разделаться с соперниками. Что, Кеос слишком мал для всех вас? Если бы мы хотели расширить владение, тебя бы не нанимали. Сами бы справились. Но лучшая защита — это нападение. С этим не поспоришь. Я согласна. Какие корабли топить? Несколько спартанских, несколько афинских и еще парочку пиратских. Как много кораблей. Не забывай, топить их нужно под флагом Ксении. Я щедро заплачу, когда все поймут, чьи это владения. Дыры в парусах, три сломанных весла. Это кикелса. Это ничего себе, но получается есть... Это целый скин для корабля. Нифига себе. Где это? Так, и... Ушибка не поменялась. Флаг только сменился, да и все. Ну да, оставлять желать лучшего. Ну, по крайней мере, давайте, знаете что? Сперва давайте... Откинем быстренько этого местного предводителя. А потом уже займемся всем остальным. Ну да, и собственно, давайте сменим наш топор. Че это, я так сразу? Топор мне этот нафиг не сдался, когда у меня есть легендарный целый. Вот так-то лучше. Все, погнали, крушуйте в чертовой матере. Странно только, что здесь много поселения, вернее, вот этих деревень и домов сожжено. Просто... Че им там взять, и они все перестроят? Они же вроде как под покровительством здесь все держат. А заново отстроить что-то не могут. Да уж. Так, нужно, оказывается, по паре кораблей всего лишь долбануть. С какой стороны мне лучше тогда туда подойти, что ли? Наверное, там и у причала начнем это дело делать. Как раз можно после этого убийства Гарпала. Культиста этого. Так, и мы на месте. Вот он этот. Похоже, карта здесь. Ага, народу там полно и полно. Ну, пока что здесь не так, не внушает это поселение. Я слышу. Ага. Настоящий лев. Вот так. А ты что пришел? Я тебя не звал. Только за птичками смотрю, наблюдаю. Я как этот. Верно на расшеи, зельмака. Че тут делаете? Это так, за птичками наблюдаем. Да, напомню, что Верно на расшеи это у нас начальник разведки Балтимирийской. В Ведьмаке. Нужно действовать осторожно. Конечно, осторожно. Еще бы не осторожно сейчас. Так, тут прям идет сюда. Ты же сюда идешь, да? Да, он идет прям сюда. Я так понимаю, вот этот предводитель у нас. Опа, еще. На одну и спрятали. Погнали дальше. Крутить сейчас будем им тут. Все, на тебя мы направили. Развлечемся. Нравится. Да, пойдут кайфовать, ребята. Ладно, все, пошли кое-что крушить. И давай второй раз. Подлетали бушки. Так, ты щит-то свой буш опускать. Толстозаврик. Все, она его посадила, короче, и на кулышек. На грудь тут наемника получили. А дом предводителя пустой? Или нет? Сигнале дым. Греция теракой. Кеос. Дым поднимается над местью пирата. Найди меня у его источника. Ничего себе. Как будто предводитель знал то, что мы придем к нему в гости. Охотничий лук. Да, странно, что-то и больше ничего не получили. Где сам-то предводитель, значит, не врублюсь-то. Формион ткач, нет. Этот дружок мне сейчас не по зубам. Однозначно. Ну, давайте тогда в светилище возника отправляемся. Заодно и сейчас эту точку осмотрим. Так, в светилище и акка разблокированном перемещении и кара улучшил навык какой-то. Ну, все, тогда получается, мы не воры из России. Найдите и заберите, я же все забрал. Древнюю карту. Где же эта карта находится? Я в ад. Там второй этаж есть. Ничего себе они, конечно, мастера прятать, эти все штуки. И получается, да, и нужно как раз-таки, слава богу, обратно бежать не нужно. А тоже бывает такое. Все это так скучно. Что ты здесь делаешь? Кто? Я? Просто была неподалеку. А что с твоим другом? Он не смог прийти. Срочные дела. Поэтому я тут вместо него. Вот как. Табличка у тебя? Сначала я хочу получить свои драхмы. Безусловно. Мне по душе девушки, вроде тебя. Спасибо. Вот табличка. Превосходно. Теперь мы можем приступить к делу. Что у нас здесь? Хм. Очень интересно. Сокровища спрятаны в Минойских развалинах. Хм. Под водой. Не умеешь плавать? Я пират. Умею. И неплохо. Но вот... Акул не люблю. Значит, тебе мешает трусость? Зачем мочить ноги, когда для этого есть отважная наемница? Я не отказалась бы от приключения. Обещаю. Это приключение ты запомнишь надолго. Пронзи меня, Посейдон, своим трезубцем, если я вру. Хорошо. Я помогу тебе достать сокровища. Знала, ты не сможешь устоять. Наконец-то Посейдон послал мне удачу. Так куда мне идти? Возьми этот ключ и ступай в южную часть Кеоса. Там ты и найдешь руины. Он липкий. Это что, кровь? О, нет. Наверное, гранатовым соком запачкала. Поспеши, времени ждет. Что это за сокровища? Поскольку речь идет о древних руинах Кунастроса, должно быть это редкий артефакт из далекого прошлого. Что ждет меня на дне? Стая акул, охраняющих сундук с сокровищем. Он находится в самом сердце острова. Ну, будь это легким делом, ты бы справилась сама. Как я пойму, что оказалась в нужном месте? Найди забытый сад Вакхелида. Руины южнее. Хоть они и под водой, их видно с берега. Я достану сокровища. Помните, мы в том месте были? Да, это то самое. Как раз таки... Хорошо, что мы сразу туда не пошли, иначе бы тупо потратили бы время. Но меж тем у нас теперь новый уровень и новое очко умения. А тут еще и рядом где-то засел Гарпал. Как раз таки давайте мы это и выполним. Заодно и там сможем пострелять парочку этих кораблей. Так, я что-то не врублюсь. А где тут пещерка? В этой пещерке засели наши друганы с культа космоса. Конечно, как в кавычках. Алло, пещера ты где? Гарпал еще где-то на дне, там кабан кайфует. Ага, кабан лютует. Тетка какая-то, ага, тут и вода есть. А в воде нету никаких признаков того, что там... О! Кабан, ты не говоришь. Да! О, сейчас я тебя зарублю. О, так все. Вопрос решен четким предполагным способом. Теперь надо искать вход. Вход в пещеру. В пещеру, где засели культисты. Ага, вот пещера Ореса. То, что нужно. Ага, да еще пещера тут на дно, как она интересно-то спускает нас. Давайте тогда спустимся вниз, а потом, если что, пойдем туда, куда надо. Че себе, темно, да как. Ни шиша не видно. Вот, насобирали-то сколько. Даже так быстрее нужно всплывать. Сочувствуется, здесь будет, да, проходит большой. И какой-то сундук. Перчатки наемника. Ну да, пока что не очень. Могли бы что-нибудь да поинтереснее положить. Ну все, теперь отправляемся точно в пещеру этого Ореса. Опять плыть. А, нет, ну слава богу, недолго. Так, и главное быть аккуратным. Надеюсь, меня никто не заметит. Да, потому что если заметят, будет не очень. Вон он, ходит, осранец. Там же какие-то ребята стоят. Попробуем сделать так. Меня тебя изрубят. Все, теперь пошли им крушить бошки. Газ пал. Сейчас ты нас получишь. А он, может, на этот смогут. Раз. Два. Ну, слава богу, он хотя бы яду поддается. Сейчас мы вдвоем быстро подоковыряем. Ух, как можно я сейчас увернуться? А, эх. Понятно. И он стал ядеряем. Чуть загнись. Тихо себе. Вот так все было. Это он точно не ожидал. И вот так. Подтвердите убийство. Я думаю, точно он убит. Все, наверняка помер. С тобой спокойно. Письмо Горбалу и... Ботинки Бессмертного. В темные времена служители космоса добирались даже до других пультов. В рядах последователей Ареса объявился запальчивый проповедник Горбалу. Он обещал им крови и плоти. Взамен они должны были стать его чудовищной армией. Ясно. Человечек явно кукухой пошел так. По наклонной. Ну и что-то новенького у нас ничего нет. Жалко, жалко. Ну у нас эти ботинки Бессмертного. Это да, это хорошо. У нас это есть. Так. Собираем. Да, неплохо так поживились. Я смотрю. Все, пещера Ареса благополучная разграблена. Так, на сундучах ничего нет. Ничего, все. Ну да, теперь можно. Буквально. Идти дальше. Где тут у нас? Вот оно, это местечко. Как бы так аккуратненько сюда прийти, так чтобы... Ладно, пошли прям напролом. Да, и давайте сразу топор у нас заменить надо обязательно на копье. Потому что против акул с копьем... Ой, вернее, с топором это... Это неуспешно. Вот так, если говорить. То есть это смысла вообще никакого и ни разу. Особенно, когда оно медленное такое. Там еще тупо будем пытаться как-то рубить воздух. Конечно, давай, давай. Вперед! Погнали. Ускоряйся, что ты медленно так... Я в этой игре так и не понимаю, как ускоряться. Оно как-то автоматически это все срабатывает. Невозможно, как бы, понять, как это работает. И приходится вот так соблюдать их скоростной режим. Все, пришли. Сейчас надо быстрее теперь подходить. Я надеюсь, корабли как-то пригнать можно будет. Ну да, давай сейчас вручную пробежим. Да, конечно, берег вообще просто светится весь белым. Вот мы и на месте. Где-то здесь и находятся минойские руины. И количество акул. Покажите, пожалуйста, три штуки. Три-четыре штуки. Кто даст больше? Ага. Четыре акулы 21 уровня. Будем, короче, таким методом идти. Вымаливаем чуть повыше и пытаемся с лука как-то доковырять. Так, ну подожди. Че так схватило резко? Все, сейчас мы будем... Все, сейчас мы их так перестреляем. Подводная охота начинается. Минус одна. Минус вторая. Все. Всех поперестреляли. Можно даже и этот... Копье не было не брать. И где-то наш топорчик... Вот он, все. Ну и теперь как этот. И открытка моря. Надо новое. Громогласное все крича. Мясо с них вообще-то капец. 37 кожи. Надо собирать, кстати говоря. Прямо вот то, что доктор прописал. Так, а где же еще акулы? Где вы там? Где ваши тушки? 37 кожи на дороге не валяется. Так, ну давайте тогда быстренько всплывем сейчас. Хлебнем так к воздуху и на дно пойдем. Все, погнали на дно. Блин, включили бы кто-нибудь там фонарик какой-то, не знаю что-то. Так, рекурсированный лук. Да, что-то новенькое. Боже, затонувший Минойский дворец. И Минойский артефакт. Трофейный шлем. Ничего себе. Вообще просто, да. Лук поражает воображение. Ничего не скажет. Ничего вообще. Самое главное, эти медузы не жаль, а вообще никак. Капец, рыбы-то-то сколько. Что, бери сеткой все закрепай. Так рыбу ловлю. Давай-давай, дружище. Греби наверх есть. Все, мы справились. Мы молодцы. Можно, получается, текать. И ни одного кораблика вообще просто. А вот наш кораблик. Это наш, точно. Офигеть. Это ж корабль той девочкой. Получается. Ты же прав. Я так зашибиться не вез, он не можешь. Друг мой. Ты для нас словно дар Посейдона. Стараюсь. А теперь отдай мне артефакт. Драхмы, вперед. Не думаю. Жалко изменится. Не сердись. Ничего личного. Ты не плачешь мне за работу. Это уже личное. Подумай о приятном. Я даю тебе шанс уйти живой. Я ничего не нашла. Тогда зачем ты здесь? Пришла сказать, что сокровищ там нет. Похоже, кто-то меня опередил. На всякий случай. Я обыщу твой труп. Так. Дамочка, походу, вообще не в курсах. С кем связалась? Че, кто следующий? Пацаны, вы как? Пацаны, вы че? Ну че, полетать захотели, видать. Со всеми бывает. Ничего не скажу. Опа, пошла горячка. Ребята, крутить свои там начали. Потом большой, да с кинжатчиками еще. Это называется абордаж в соло делаю. Ребята, чекайте. Дерьмо, действительно, ребят. Я так же согласен. Оп, минус один. Оп, и второй. Ну че, ты готов? Все. Похоронили всех. Называется хреновый абордаж, конечно. Че мне с этим кораблем-то делать теперь? Всех убил. Ну, побудь теперь плескаться. Ну, у меня есть, по крайней мере, идея. Которая просто знает верниц. Как бы мне его потопить? Может, факел кинуть, не знаю. Ну, я кинул факел. Он не горит. Да. Надо как-то вызвать сюда кораблик. Пристань там. Лодка тут. Ну, на лодке я буду явно быстрее. Давай-давай, греби быстрее. Че так медленно? Опачки. Стая такая. Гопоты. Только с хохолками, самое главное. Ну ладно, погнали там. Как это управлять этой штукой? Давай, ускоряйся. Полный ход. Все как надо. На этой лодке здесь плавать не стоит. Да, я... Ты права, да. Да, буквально до пристани тут сейчас. Вот так пришли, открывались. Я знаю, я молодец. Там много не говоришь, что теперь надо будет долго ждать. Там же корабль сейчас потонет. Из капитана. Много будет. Или... А, он еще стоит, ништя. Погнали быстрее. Давай-давай. Лепы, леса! Плывем! Сейчас мы тобой быстренько. Охренеть, сколько там много этих. А культа. Мы собираем ходу. Готовьте целые. Не забывайте. Переки, давай. Давай уже гасите гонстранцев-то! Вот, кританули даже, ништяк! Все, аппортаж, все как надо по-человеческим. Получается, у нас теперь один спартанский, сейчас он там стоит один пиратский, нужно еще найти один спартанский. Оп-оп, застреливают ребята. Ну хорошо, сейчас мы справимся. Так, ребята, вот что-то резкий такие, капец. Ах ты все, а то что-то ты быстрый очень. Ой, просила-то как летели. Автомедон какой-то. Сейчас мы тебя автомедоним отсюда. Ну, нормально так, мы ничего так. Надеюсь, тут корабль, он еще пока наплыву. Наплыву, вернее. Все, на нашу голову назначили награду. Надеюсь, за нами тот гад не будет охотиться от 36 уровня. Пустой кораблик тупо стоит пустой корабль. Все, взорвали всех. Есть него подобрать. Ну что, скорее всего нельзя. Там какой спартанский корабль в машине, а мы туда точно не поплывем. Давайте тут пока найдем. Может что-то плавает, какая-то мелкая сушка. Вон там какой-то маленький кораблик где-то там. тут еще какой-то, ну это, скорее всего да, это рыбацкий обычный такой. Пустячковый. Вот спартанских полно, а финских вообще мало. Лучники, готовьтесь! Снова и последний абордар. Все, а фин, получается, спартанские мыслисли очень быстро. Мужик, короче, горит, не сражается, да. Спартанский воин прям-таки этот. Грубое копье, ну да, ничего такого интересного. Все, погнали пиратить дальше. Давайте, кстати, выберем там в меню заданиях тот самый этот. Найти витера, остров невезения. Вот, совсем немного мне осталось. Я думаю, то что эти корабли где-то тут, ну это просто можно замаяться и их искать. Ладно, продолжим уже в следующей части. А пока что всем спасибо, кто смотрел, ставил лайки, комментировал и конечно же подписывался. А дальше вот это морское кровополитие мы продолжим в следующей части. Всем удачи и до скорого. Пока. 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 Пока.